Здравствуйте дорогие друзья! У нас с вами продолжается праздник Пейсах и счетомера. Два слова о счетеомера, а то мы не будем знать где находимся. Счетомера это очень удивительные 49 дней, которые наступили и которые идут. Это 49 дней с одной стороны траура, много причин для этого есть. И с другой стороны это праздник. То есть кроме Пейсаха счетомера тоже праздник. Что это такое? Давайте быстро разберемся. Дарование траура начинается в Пейсах и продолжается, продолжается, продолжается. И мы ее получаем в Шабот. Это 49 дней соединительная такая лестница, 49 дней соединяющая потенциал до уже реальной какого-то получения. И вот как ты сумеешь пройти эти 49 дней, очень много зависит в жизни. По крайней мере в этом году. Ведь тра дается постоянно. Вот на том уровне только ее можно дать человеку, на каком уровне у него сосуд. Налить вот тебе можно столько, сколько у тебя есть. И вот эти 49 дней определяют, какую ты получишь в этом году тору. А тора это главное. То есть представляете важность этого дня. Подсчет показывает, вот смотрите. Мы считаем очень интересную вещь. Вот те, кто служил в армии, он знает, вычеркивают, там осталось 3, 2, там столько дней осталось. Здесь же мы считаем иначе. Один день, второй день, третий, четвертый, пятый. Почему? Все очень просто. Дело в том, что подсчет 5, 4, 3, 2, сколько осталось, это когда ты просто ждешь. Ждешь, когда наступит вот тот результат, которого ты опять-таки пассивно ждешь. А когда ты делаешь работу? Ну, к примеру, мама говорит ребенку. Прочти там 40 страниц книги и получишь конкретно. Вот начинает. Одна, вторая, третья. То есть он работает и подсчитывает то, что он уже сделал. Вот так и мы с вами. Мы просчитываем, в какой день мы умели что очистить в нашей жизни. 49 дней, это 49 таких тайников души. Вот представьте себе, что в село, в котором нет водопровода, приехала огромная машина с водой. Разливают всем одинаково. Никого, сколько хочешь, только и бери. Но одному мало, а другому много. По одной простой причине. Кто с чем пришел? Один пришел с канистры, ему наливают канистру. Один пришел с руками вот так вот в горсти, ему наливают в горсти. Точно так же и вот то, что происходит в эти 49 дней на небе. Мы должны почистить свои сосуды, мы должны сделать их лучше. Это же зависит от качества. Одно дело, я пришел с чистой банкой, а второе, банка из-под керосина. Так и мы, что в нас наливается. Если у нас внутри, извините меня, больше нехорошего, мягко говоря, то это будет раздуваться. Поэтому ты рождаешься, как любой человек, с набором разных плохих качеств. Зачем? Чтобы было что исправлять. И вот эти 49 дней, это ключевые для чистки своих качеств. Для чистки своих заколков души. Поэтому вообще надо чистить, вычистить, все лишнее выбрасывать, которое мешает жизни. Каббалисты говорят очень интересную вещь. Если у тебя какие-то проблемы, там что-то не идет, застопорилось, вот видно, что какие-то энергии жизненные. Повыбрасывай из дома все, что лишнее. Пораздавай. Пораздавай то, что годами валяется. Потому что, как ни странно, Каббалей пишет, что любая вещь, которая находится в нашем распоряжении, даже если мы его там шмотки полные, не пользуемся ими, она крадет энергию. Потому что для ее существования, для ее нахождения возле тебя требуется хоть и маленькая, но какая-то энергия. И вот это они крадут энергию. Если ты ими не пользуешься, то они просто крадут это и все. Шмоте крадет удачу, энергию, все остальное. То же самое и с внутри души. Есть много такого, что мы там держим. Выбросить это надо. Выбросить. Если вы помните, мы перед самым песенком со свечечкой ищем 10 кусочков хамца. Почему именно 10, почему не 8. Каббалисты пишут, что именно в это время, в эти 49 дней, лучше всего определить 10 каких-то недостатков, которые ты хочешь исправить в этом году. Не обязательно какие-то глобальных, но какие-то хотя бы. И чтобы придерживаться именно этого. По двойным итогам нашим очень короткому занятию по сферату омера. Это время уникальных возможностей чистки души. Это время строительства духовных планов. Это день рождения духовной души. Это значит, что вот написано, что он не битой на земле. А день рождения твой вот там наверху, он выше, чем день рождения здесь. И поэтому надо точно так же относиться к этому. Что делает человек день рождения? Его дарят ему подарки, поздравляют, он строит новые планы. Так и с душой. Посмотри, как она проживает год. Поблагодари ее за все то хорошее, что было. Построй новые планы. И вперед с улыбкой, с радостью. И хочу пожелать, чтобы эти дни помогли нам очиститься от всего, что нам не нужно. И сохранить то, что нам понадобится. Брахавы от слоха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!